В Бендерах сегодня возложили цветы к мемориалу на еврейском кладбище. В годы Великой Отечественной в боях участвовали до полумиллиона евреев. Многие из них погибли. А сколько человек прошли через концлагеря, до сих пор точно неизвестно. Люди мира, на минуту встаньте. Все сказано в этой песне, которую поет Иосиф Кобзон, для меня это такой же, как и все, это день печали и радости. Стихи, которые позже стали знаменитой песней «Бухенвальдский набат» власти приняли не сразу. Сперва их сочли чересчур мрачными. Но со временем эта песня стала неофициальным гимном всех, кто прошел через ад концлагерей. На еврейском кладбище в Бендерах ее всегда включают весной. В апреле, когда отмечается день освобождения узников фашистских концлагерей. И в мае, когда празднуют День Победы. Вспоминая евреев, которые умерли в лагерях смерти и погибли на фронтах Великой Отечественной. Не было в СССР ни одной еврейской семьи, которая не послала бы на фронт своих сыновей. В действующей армии непосредственно участие принимали участие более полумиллиона евреев. На полях сражений смертью храбрых погибли 290 тысяч. Жительница Бендер Эмилия Карасик у могил своих родителей. Ее мама Ольга Абрамовна была известной в городе учительницей. Преподавала русский и молдавский языки. В 6 лет Ольга вместе с сестрой чудом выжила во время расстрела. Их сбросила в яму мать посреди криков и выстрелов. И никто не заметил, что девочки живы. Ее мама. Обоих сестер, девочек. Любу и Ольгу. Развернула спиной. Когда пуля попала в нее, она практически их потянула. Они получились в могиле заживо. Засыпаны. Но ночью жители села Врадьевка подошли к месту расстрела. И фактически руками разрывали. Нашли Ольгу и Любу. Выживших еврейских девочек спрятала у себя соседка. Но ее кто-то сдал немцам. Сестры оказались в концлагере под украинским городом Николаевом. За колючей проволокой они жили больше двух лет. Когда концлагерь освободили, обессиленную Олю на руках из барака вынес советский солдат. Если бы победил фашизм, то неизвестно, что было бы на земле. Царил бы, наверное, ужас, страх. И, наверное, эта нескончаемая тирания национализма и фашизма уничтожила бы еще огромное количество людей. В эти дни вспоминаем чувство гордости, великий подвиг советского многонационального народа. Но и в этот день мы оплакиваем всех, кто отдал свою жизнь за эту победу. Всех, кто погиб от рук нацистов. У входа на кладбище 10 лет назад посадили дуб в памяти о Великой Победе. И теперь он своей кроной защищает от солнца тех, кто приходит к могилам родственников, которые своими глазами видели ужасы войны. Вместе с могучим дубом живет такая же крепкая память о тех, чье детство и молодость навсегда оказались перечеркнуты войной.